Это видео снято спустя несколько часов после происшествия. По двору, где прогремел взрыв, разлетелась строительная пена. Дом остался целым. Никто из людей не ранен. У хозяина уже есть первые версии причин происшествия. Позвонила супруга, говорит, что в дворе взрыв. Приехал. Вот результат. Были угрозы. А от кого? От бывших партнеров. После взрыва к дому пострадавшего подбежали соседи. Говорят, злоумышленников никто не видел. Сильный взрыв. Такое ощущение, что что-то взорвалось рядом. Все соседи повыскакивали, а ничего здесь не было. Но мы не увидели ничего конкретно. Шуматохи не было. Виктория Хощенко живет неподалеку от места происшествия. Говорит, часто слышит взрывы в поселке. Поэтому в этот раз даже не вышла на улицу узнать, что случилось. Здесь находятся недалеко оружейные склады. Там постоянно проводили, насколько я знаю, проверяли оружие. То есть экспериментировали с ним, часто были взрывы. Милиции уверяют, из-за взрыва баллончика монтажной пены пострадать можно только если держать его в руках. Его взрыв не может причинить какие-то телесные повреждения, если он, конечно, не взорвался в руках. Это было на улице, рядом не было никаких лиц. На данный момент следственным отделом проводится расследование открытого уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины. Это хулиганство. Если хулигана поймают, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Хозяин двора, где прогремел взрыв, сегодня от комментариев воздержался. По мнению правоохранителей, это может помешать следствию. Ольга Сопронова, Руслан Новиков, Панорама.